МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжело скрывать оборону, когда соперник стоит у своих ворот. Пять раз получилось. Могилевская надежда продолжает набирать очки в футбольном чемпионате страны. Я хочу победить в Олимпийских играх. А что необходимо, кроме желания? Спорт-М находит ответ. Мне ударили лицом по максимальной возможности. Как это было о финале Кубка мира по современному пятиборью и о своей медали рассказывает Илья Полосков. Всем привет. Это программа Спорт-М. В ближайшие минуты не пропустите. Интересно и спортивной жизни Могилевской области. Об этом расскажем прямо сейчас. И начнем с футбола. В чемпионате страны могилевчанки из «Надежды» встречались с Витебским университетом. И это была хорошая возможность для хозяек улучшить показатели в графе «Забитые мячи». Гости, команда «Аутсайдер» отдали инициативу хозяйкам, организовали оборону из всех полевых игроков и вратаря и надеялись на случай. Он не предоставился. В середине первого тайма счет начал меняться в пользу «Надежды». 1-0, 2-0. Галы забивались на любой вкус и лишь в одни ворота. Могилевский «Страж ворот» скучал. И когда предоставилась возможность пробить пенальти, с радостью согласился. Кстати, гол Батяновской был последним в этом матче. Могли хозяйки отличиться и в этом моменте, но после исполнения свободного удара в штрафной гостей капитан «Надежды» Наталья Ласточкина пробила чуть выше перекладины. В принципе, три очка дают за любую победу. Конечно, хотелось бы больше реализации моментов и лучшую разницу забитых пропущенных, но это не столь самая главная задача, главное – три очка. Стоит добавить, что и вторая команда нашей области в чемпионате страны «Бобруйчанка» тоже в своем матче против Гродненской «Нивы Белкарт» создала множество моментов. Четыре из них реализовала и добилась победы. У мужчин выходные были сыграны матчи во всех трех лигах чемпионата страны. Так, высшая «Бобруйская Белчина» отправилась на выезд в столицу. В игре с горожанами удача была на стороне хозяев. Команда «Минск» победила с минимальным преимуществом в счете 2-1. В первой лиге «Днепр» отправился на выезд в Оршу, где был сильнее хозяев. Голы на счету двух Александров – Сазанкова и Кугана. Ну и во второй лиге в игре с Рогачевским «Днепром» сильнее была «Могилевская торпеда». Шкловский «Спартак» дома победил Викторию из Минской области со счетом 2-1. А команда «Сиповича» была слабее «Жлобина». В Могилеве прошли чемпионат и первенство области по стрельбе из лука. На дистанции вышли представители пяти спортивных организаций Могилева и Бобрунска. Собрались все, за исключением трех лучников, которые отстаивают честь страны на европейских играх. Результат в Баку уже есть. Анна Марусова в командном зачете завоевала серебро. Наша область – это лидирующая область в нашей республике. Основная вот шесть человек, шесть человек национальной команды, которые сейчас в Баку, три могилевчанина. Это, наверное, о чем-то говорит, да? Кстати, а вот и Николай, муж Анны Марусовой. Сразу же откроем тайну. В чемпионате среди мужчин он стал первым. За себя рад, но успехи жены пока на первом плане. Медаль должна была быть по-любому у них. Как бы уже в план входило, что будет медаль. За европейскими играми здесь следят все, болеют и поддерживают коллег по цеху. Каждое соревнование смотришь и на технику их не смотришь и как-то, ну, мотивирует то, что хочется так же. Из 11 членов национальной сборной Беларуси по стрельбе из лука, 7 человек – это могилевчане. Не секрет, более сильной школы в стране сегодня нет. Мы лучшие. Тренеры – база, традиции. У нас есть все, а самое главное – стремление. Я хочу победить в Олимпийских играх. Поэтому все для этого делаешь? Да. Амбиции 16-летнего лучника оправданы. Юниор Александр Ефремов достойно выступал на Кубке Европы. Сейчас на первенстве отлично прошел и квалификацию, и дуэли. Итог – первое место среди кадетов. Соревнования эти нас больше интересуют в плане молодежи. Именно первенство Мигелевской области. Там, где детские спортивные школы и училища Олимпийского резерва соревнуются. Вот это наш резерв, вот это наше будущее. Подготовка лучников у нас поставлена, как говорится, на нужные рельсы. Растет достойная смена, не перестают радовать титулованные мастера. Это только на первый взгляд. Кажется, что стрелять из лука очень легко и просто. Уверяю вас, это не так. Чтобы оттянуть тетиву, нужно приложить недюжинные усилия. Вот у меня, например, абсолютно не получается. Кстати, для сведения, сила натяжения лука у девочек-спортсменок – 17-18 килограмм, у мальчиков – 20. Для Карины Деминской чемпионат области – своего рода тренировка. Совсем неудивительно, что здесь, на областном этапе, она стала лучшей среди женщин. Мастер спорта международного класса в прошлом году выиграла чемпионат Европы среди юниоров. Теперь все мысли о Риме, где в конце июля пройдет мировой чемпионат. Уверенность в своих силах есть, говорит лучница. А это уже пол-дела. То есть ты должен быть всегда спокоен, успокоен, себя настроить, не отвлекаться. А остальное все мелочью. Пожелаем нашим спортсменам спокойствия, уверенности и новых побед. Илья Полосков – могилевский пятиборец, чемпион в эстафете «Микс» в финале Кубка мира. Первое рейтинговое соревнование в этом году прошло под Минском в Ратомке. Оно дало старт целой череде соревнований, в которых кроме медальных наград разыгрывают и лицензии на Олимпийские игры. На Кубке их получили победители в индивидуальных зачетах. Эстафета, в которой в паре с Екатериной Орел первенствовал и Илья, не входит в программу Олимпийских игр. Но это пока. Планируются следующие игры в 2020 году. Будут расширены как раз этим видом программы пятиборцев. Однако медаль финала Кубка мира в «Миксте» – это тоже рейтинг спортсмена. И то, что она добыта в родных стенах, приятно вдвойне. И выступление, и проведение соревнований. То есть это настолько приятно и непередаваемо словами, что вообще до невозможности. Но очень на самом деле помогают родные сцены. Просто когда выбегаешь в первые срочки позиций, когда там трибуна взрывается просто. Это очень классно. Илья вспоминает, как прошел на ура фехтование, чуть хуже плавание и верховую езду. Однако в стрельбе и беге потрудились на славу и выиграли золотые медали. В августе Илье исполнится 20 лет. Время не только для занятий спортом, но и учебы. В планах быть тренером. Правда, признается, это будет через много лет. А пока старты. В этом возрасте у могилевчанина прекрасная возможность поучаствовать и в юношеских соревнованиях и попробовать свои силы во взрослой команде. На взрослых уже более интересно. Там просто выступаешь с такими людьми великими, которые олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира, участники олимпиад и просто общение с ними уже настолько заряжает, что просто на самом деле там еще интереснее. Если на своем чемпионате Европы и мира по своему возрасту интересно, потому что ты знаешь ребят, которые, ну, то есть, ребят именно с других стран, потому что ты с ними вместе рос. То здесь ты уже влился во что-то новое и еще более такое невероятное. И именно на взрослых международных стартах и разыгрываются лицензии на Олимпийские игры. Совсем скоро чемпионат мира. Через 10 дней ждет Берлин. Задачи, конечно, стоят. Главное – упасть в финал. Но в финале, разумеется, постараться уже забраться в тройку и выиграть лицензию на Олимпиаду. В своих силах Илья уверен, а значит, игры в бразильском Рио вполне возможно пройдут с участием и могилевского пятиборца. Любите ли вы спорт так, как его любит наша ведущая летней рубрики про фитнес? Интересно, каким видом она будет заниматься сегодня? Узнаем прямо сейчас. Всем привет! С вами я, Виктория Санникова, а это значит, что пришло время как следует потренироваться. Сегодня мы займемся силовыми нагрузками. Мой инструктор – Павел. Павел, здравствуйте! Здравствуйте, Виктория! Вот я слышала о том, что есть некоторые упражнения, при выполнении которых задействована вся группа мышц. Правда ли это? Да, такие упражнения существуют. Но, опять же, эти упражнения не всем показаны. На сегодняшней тренировке я вам покажу упражнения, которые могут в той или иной мере их заменить. Сейчас мы начнем нашу тренировку с самого основного упражнения для разминки. Здесь будет задействовано все наше тело. Не смотрите на всю кажущуюся эту легкость. Упражнение достаточно сложное. Его нужно будет нам сделать 15 раз. Два подходика. Давайте начнем. Ложимся на живот. Хорошо. И тут же встаем. Во время разминки ваши суставы и мышцы согреваются, становятся более эластичными. А значит, риск получить травму во время основной тренировки снижается. Первым упражнением у нас будет сжим ногами. Это одно из классических упражнений для мышц ног. Упражнение несложное, но очень важное. Куда смотрит носок, туда должно и разворачиваться колено. То есть вот таким вот образом. Сначала ножками выжимаем вверх. И только после этого рукоятка. Теперь держимся руками внизу. Это очень важно, дабы снять нагрузку с позвоночника. И медленно опускаем платформу вниз. Колени разводим пошире. Отлично. Медленно опускать. Ни в коем случае бросать. Нельзя на себя вес. А вот вверх можно сделать движение чуть быстрее. Упражнение делается в три подхода по 15 раз. Вместе с выдохом платформа поднимается вверх. В этом движении основная нагрузка идет на переднюю часть бедра, мышцы внутренней части бедра. И совсем чуть-чуть в полу идет уже нагрузка на ягодицы. В этом упражнении, опять же, работают мышцы ног. Это одно из базовых движений. Хорошая альтернатива классическим приседаниям. Только в этом упражнении спешить нельзя. Надо помедленнее опускаться. Задержали снизу и тут же вверх поднимаемся. Тем, кто хочет усложнить задачу, можно взять в руки гантели. Рабочий вес подбирается индивидуально. Количество подходов и повторений, как и в жиме ногами, 3 по 15. В отличие от классических приседаний, в этом упражнении мы разгружаем наш позвоночник. Ходьба в разножку. Сделайте шаг вперед. Стоп. Шире шаг немножко сделать надо. Еще чуть-чуть шире. Хорошо. Отлично. Спинка ровненькая. Представляем, что перед нами стена, вдоль которой мы должны опуститься вниз. При том, что задним коленом касаемся пола. Попробуем еще раз сделать. Коснулись. И сразу вверх. Если мы начинаем уводить колено вовнутрь, вперед, то нагрузка пойдет на сам коленный сустав. Если же мы начинаем отводить колено назад, нагрузка идет на связки. При этом наклоняться вперед тоже считается ошибкой. Здесь мы должны стоять ровненько. Это упражнение хорошо загружает мышцы ягодиц. Также в нем поработают внутренняя и передняя часть бедра. Количество подходов и повторений прежние. Три по пятнадцать. Да, тренировка была не из легких. Но мне кажется, что я справилась. Правда? Правда. Сегодня мы потренировали низ нашего тела, а в следующий раз мы потренируем уже верх нашего тела. Это мышцы груди, спины, пресса. Помните, самая тяжелая работа – это работа над собой. Так что ставьте цели, добивайтесь их. И красивая фигура вам обеспечена. Увидимся на следующей неделе. Это программа «Спорт М». Мы выходим в эфир дважды в неделю на «Беларусь-2». Следующий выпуск уже в четверг. Счастливо! 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 Счастливо!